Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл наших передач. В связи с коронавирусом мы немножко сделали паузу, записали Адирна Сауром, мы записали с Надей передачу про волонтера. И сегодня мы опять начинаем, начинаем разговоры о политике. Сегодня снова у нас в гостях Бадма Аберчиев. Вчера мы с ним встретились, побеседовали, решили записать сегодня передачу, в которой мы будем говорить о государстве, обществе, о деятельности общества, для чего вообще нужно государство, для чего нужны вообще эти институты. Ну, Бадма, приветствую. Ну, давай, прежде чем переходить к нашей теме, главной теме нашей передачи, давай поговорим о коронавирусе. Мне бы хотелось, поскольку ты являешься таким, ты любишь анализировать политику, я хотел бы, чтобы ты дал оценку деятельности региональной и федеральной власти в период пандемии. Вроде бы говорят то, что у нас идет на спад, готовятся к параду федеральной власти, готовятся к поправкам к конституции по голосованию, да, по поправкам к конституции. А я хотел бы вот услышать твой комментарий по данному поводу, поскольку с последнего нашего интервью с тобой уже прошло много времени. Да, я, во-первых, хочу сказать, что я сегодня согласился на интервью не столько, потому что мне там есть что рассказывать все время, просто сорвалось одно интервью, я как запасной вариант. Поэтому просто мне немножко неудобно, что я уже второй раз появляюсь. А что касается коронавируса, тут оценки я, наверное, не могу давать, надо полнотой информации обладать. Я могу сказать, что, в принципе, вот эта вот сама по себе чрезвычайная ситуация, это довольно такой изученный феномен в науке. Ну, неважно, объявлена она у нас как правовая форма, да, там или не объявлена, фактически у нас была, еще сохраняется чрезвычайная ситуация или чрезвычайное положение, да, там, смотря, как это рассматривать. Так вот, есть такая книга, это знаменитого философа, он еще живой, Джорджи Агамбен, называется, так и называется, чрезвычайное положение. Он там исходит из тезиса другого знаменитого философа, Карла Шмидта, суверенен тот, кто объявляет чрезвычайное положение. Ну, то есть, ситуация владеет, да, там, правила устанавливает тот, кто в силе объявить чрезвычайное положение. Ну, власти, в данном случае, да? В нашем случае, конечно, власти, но вообще вот чрезвычайное положение, то, кто объявляет чрезвычайное положение, это и характеризует хозяина ситуации, то есть, не каждый может выйти, чрезвычайное положение, это выход за рамки закона для того, чтобы установить закон, да, установить новый порядок какой-то, вот выйти за рамки закона может только самый сильный. И государству вот эти чрезвычайные положения, они нужны для того, чтобы подтверждать свою силу. И для общества каждое чрезвычайное положение кончается тем, что мы лишаемся части своих прав и свобод. Так было после терактов 11 сентября, после серии терактов в России. Ну, все знают, что вертикаль власти выстроилась после терактов в Беслане. Именно тогда Путин сказал, что все, хватит играть с демократией, надо выстраивать жесткую вертикаль, все такое. Будем всех мочить. Да, мочить сортири и так далее. На эффективности государственной системы это никак не сказалось. У нас государственные системы неэффективные. И все годы вот этой вертикали власти, они подтверждают, что сама по себе вертикаль неэффективна. Но она позволила удержаться Путину в нарушении всех конституций и всего прочего. Сейчас он конституцию уже переписывает. Именно вот из-за страха общества за свою безопасность, власти, играя на вот этом страхе, они сумели удержаться у власти, сумели ввести кучу ограничивающих законов, вот эти вот пакеты Яровой, там все прочее. И сейчас вот после чрезвычайного положения, я уверен, что мы лишимся какой-то части прав. Вот сегодня я вычитал, что Интерфакс давал, ну, авторитетное издание, не думаю, что это фейк, что правительство рассматривает, что они будут снимать вот эти ограничительные меры вплоть до лета 2021 года. То есть еще год они будут муружить. И кроме того, когда все меры будут уже отменены, де-юре, да, де-факто что-то останется. Не зря вот это вот обкатывалось там с отпечатками пальцев там и все прочее. То есть государство получило новые инструменты контроля. Мы все такие же пугливые, и поэтому при каждом случае нас будет все больше и больше лишать всяких прав. То есть, грубо говоря, народ прикручивается, пользуясь пандемией. И так как ты еще раз сказал, государство нарушает закон, чтобы ввести новый закон. Да, но государство выходит за рамки закона. То есть на примере выходит так, государство, пользуясь пандемией, сейчас вот запрещает проводить массовые, публичные мероприятия. И может быть и до 2021 года и будет это ограничение, скорее всего, и останется. Да, ну вот Илья Азар, он вышел в рамках закона на одиночный пикет. Его отправили на 15 суток непонятно по какому закону. То есть вот сейчас это правовой вакуум. Мы непонятно в каком правовом поле живем. Государство говорит, я читал постановление его привлечения. Они говорят о том, что нарушил закон. Указ мэра Москвы о том, что нельзя проводить публичные мероприятия. Хотя он находился в одиночном пикете в средствах защиты и тому подобное. Ну вот ты как юрист, ты скорее всего понимаешь, что азар прав. Конечно. Указ не может быть выше Конституции, конституционных прав и все такое. Тем более, что они как раз таки и не вели, как на Западе там, ну я не знаток, да, но скорее всего какие-то вводились специальные меры, да, там. Но у нас не было ни чрезвычайного положения, ни чрезвычайной ситуации. То есть мы непонятно, на каких основаниях они ограничены конституционные права, да. При этом прикрываясь безопасностью общества. Да, да, да. Это всегда так. И после терактов так было, и сейчас так. И вот теперь вот эта тенденция, она будет распространяться. То есть вот завтра выйдет кто-то у нас, он тоже пойдет на 15 суток, да, потому что есть пример в Москве. И бесполезно будет ссылаться на все эти конституции и так далее. Вот это вот опасно. И вот эту опасность нужно понимать, когда только вводятся вот эти вот меры. Мы должны все время говорить, что мы видим, мы видим, что вы творите, и мы с этим не согласимся. И понятно, что сейчас тяжело призывать, да, там, потому что люди у нас и в лучшие времена на митинги ходят только на санкционированные, да, там, а сейчас как-то призывать к каким-то акциям неповиновения будет, ну... То есть ты уже нарушаешь закон, и на тебя будут смотреть, это как-то, ну, нарушитель закона, ну, опять же, так же, как про нас пишут, вы кричите, ничего не делаете и тому подобное, да, хотя, если в действительности в коренные права смотреть, вот, или там, право на свободу выражения своего мнения, то оно нарушается здесь, это безусловно. Да, и вот, кстати, я еще хочу завершить. Надо понимать, что всегда, если ты вступаешь в конфликт с государством, ты не можешь действовать строго в рамках закона, потому что если ты играешь по правилам государства, ты не можешь ему ничего высказать. То есть ты в любом случае придется действовать на грани. Вот, допустим, митинг 1 октября, за который меня во время этого карантина укоряли, что я там объявлял митинг, а не молебен, там, слава богу, в последний момент догадались на молебен, там, переквалифицировать, да, ну, что я, мол, вел себя неответственно, но по-другому бы ничего не вышло, потому что вот именно потому, что мы сыграли на грани, это получило резонанс, и люди поняли, что какая-то часть общества перестала бояться, а значит, можно идти. И именно поэтому 13-го пришло много народу на площадь. И вот у нас есть даже примеры депутатов, которые нарушили закон, а сейчас становятся депутатами. Ну, они нарушали закон, я не буду имена называть, чтобы сейчас часто привлекают, в том числе тебя, поэтому без имен обойдусь, но там было нарушение в интересах общества, это был самозахват помещения, да, и в результате человек добился переселения, и сейчас где депутат. То есть любой человек, который хочет что-то добиться в противостоянии с государством, он должен действовать на грани закона. И поэтому вот как раз-таки вот на этой грани и проявляется тот, кто объявляет чрезвычайное положение. Пусть оно не такое масштабное, но вот 1 октября это было, то тоже в некотором смысле мы объявили чрезвычайное положение, и поэтому за нами пошли. То есть мы пошли на грани? Да. Ну, в итоге нас же мы предыдущие за это. Ну, да, да. Ну, не такие ужасные последствия, да, штрафы были. Вот у нас, Вадма, мы с тобой эту тему затрагивали в твоем первом интервью, мне ты говорила о государстве, о способе воздействия на него со стороны общества, да. Вот меня, я когда учился в университете, ну и в школе, вообще в демократическом обществе, у нас в Конституции написано то, что иерархия ценностей вообще в нашем государстве идет сначала личность, то есть про права и свободы, граждан, общество и государство. Вот ты сейчас рассказал о государстве, то есть ты сейчас намекаешь на то, что у нас получается по-другому. Ну, конечно, да. У нас начало государства, которое как хочет, так и крутит вверх, лишь бы удержать власть, и общество, и личность ничего не стоит. Да, мы вот, кстати, в тот раз мы говорили про выборы, и я говорил, что я не вижу смысла прям на выборы ставить все свои фишки, потому что по большому счету не важно, кто там, кто туда попадет, потому что они все будут работать в рамках системы. Для нас важно выстраивать... Правила игры. Они примут правила игры, где там находятся. Да, для нас важно выстроить здесь на земле свою систему взаимодействия, взаимопомощи, которая поможет нам быть сильными наравне с нашим хотя бы республиканским государством, с нашей республикой, чтобы мы... Нам это общество. Да, чтобы мы могли требовать, чтобы с нами считались, чтобы больше таких назначений, как трапезников, вот таких наглых, чтобы больше не было. Кстати, после наших протестов сколько парней пришло, наших земляков, которых там где-то нашли. Кто его знает, если бы не было протестов, поехали бы их искать или нет. Сейчас уже трудно сказать, было ли это в планах у Хасикова и его окружения раньше. Ну, так вот, еще один, кстати, пример, который сейчас прямо на наших глазах происходит, это Америка, где убили человека. Где очень хорошо защищают права, где очень хорошо общество. Да, вот сейчас, кстати, и либералы, и государственники, они, российские, я имею в виду, они возмущены действиями американской толпы, в кавычках, скажем, которые там уничтожают чужую собственность, погромы магазинов, все прочее. Общество. Да, но вот именно так это и происходит. Я сейчас не призываю к погромам, но... Кажется, пример. Да, если просто констатировать факты, то по-другому не бывает. Вот именно так общество заставляет считаться собой. Убили человека, убил полицейский не потому, что он там сильнее, или не потому, что он там лучше дерется. Он убил его потому, что он обладает властью. Представитель государства. Да, он прижал его коленом, и тот не мог ничего сделать, потому что у того власть. Попробуй его ударить, ты пойдешь на пожизненное. Он лежал и умирал на... Прямом эфире. Прямом эфире, можно сказать. И что сделало общество? Они не пошли подавать уведомления, там, санкционируйте нам митинг, да, там, через 10 дней. Мы возмутимся, там, на какой-нибудь площади, где нас никто не видит. Они вышли на улицы, они показали, что если вы нарушаете правила, то мы устроим такой хаос, что вы тут будете жалеть еще долго. И они это сделали. Да, и при этом общество консенсировалось, да, что белые, что афранилисты, они как бы вместе, и там, люди стояли на коленях и просили прощения у темной расы, да, вот. И они, то есть, объединились в этом и пошли против государства. Это является тем примером, да, я думаю? Да, вот это пример того, как вообще права отстаиваются. То есть, это не бывает через санкционированные митинги, там, через все такое. Это бывает вот так вот, когда ты действуешь на грани справедливости и законности. То есть, законность и справедливость, она никогда не совпадает. Ну, не то, чтобы никогда, часто не совпадает. Нет, почему? Если мы говорим о том же, о том же проведении публичных мероприятий, у нас есть законность по праву на проведение, и справедливость, мы сказали свое мнение. Но у нас есть подзаконные акты, да, которые придуманы государству, и основное коренное право предусмотреть Конституции убирается в сторону. Ну да, ну, каждый санкционированный митинг это куча ограничений, и это куча энергии, которая растрачивается за эти 10 дней согласования. То есть, если тебя сегодня что-то возмутило, то опять же правила игры принимают. Ну да, да. Мы, да, как только мы начинаем играть по этим правилам игры, мы уже обречены на проигрыш. И тут, чтобы понимать, почему с государством... Кстати, вот, эта же история с темнокожими, она, по большому счету, темнокожих стали принимать за равных после того, как массовые погромы были по всему западному миру. Это были в США, это 68-й год был, США, вся Западная Европа, в Чехии были, это была Чехословакия, еще советская, даже в Чехии были, люди вышли на улицы, ну, уже под своей повесткой. Волна началась из-за, как раз-таки, ущемления чернокожих в вузах. Студенты белые вышли против вот этого устаревшего мира и стали... Поддерживать. Да, требовать равных прав. В результате в Америке стали протестовать против войны во Вьетнаме, как бессмысленной войны. В Чехии стали протестовать за социализм с человеческим лицом, да, там, более такой человечный. И вот в 68-м году Советский Союз ввел туда танки и подавил вот это восстание. А во всем остальном мире 68-й год, ну, и многие его считают такой псевдореволюцией, но на самом деле, на мой взгляд, это была самая настоящая революция, потому что именно тогда капитализм заставили считаться, то есть не только считать свои деньги, но что капиталисты должны каким-то образом делиться, потому что... Да. Ну, вот, социал-демократия именно тогда стала такой ведущей на Западе моделью, и потом уже стали говорить о чуде социалистической, капиталистического социализма, или как-то... А, демократического социализма Швеции, там, ну, скандинавских стран, где очень много социальных обязанностей у государства, и по структуре они сильно похожи даже на социалистическую республику, а не на какую-то капиталистическую. Ну, вот... Пример. Вот пример мне вот... Где, в какой цене более, вот, ты говоришь сейчас о Швеции, И... Какой пример, вот, где, вот, действительно, государство, и общество, и личность вот на равных, без погромов, без всего? Ну, где государство понимает это? Есть ли такое вообще? Мне нравится... Или это какая-то иллюзия, вообще? Или мечта, о которой мы хотим найти? Нет, есть страны, которые живут... Мне... Я сторонник прямой демократии, то есть, вот, есть у нас в Европе Швейцария и Исландия, прямой демократии. Швейцария, она всегда была преуспевающей, она не участвовала в войнах, при этом не позволяла своей территории пользоваться. Ну, то есть, они самодостаточная страна. В Швейцарии там несколько языков мирно сосуществует, там, французский, немецкий, итальянский, и еще есть язык умирающего народа, который сохранился только в Швейцарии. То есть, в других обществах они вымерли, они, по-моему, были в Румынии, в Италии, я не помню, как называется, в Википедии можно посмотреть народ, но они сохранились только в Швейцарии, как раз таки, благодаря тому, что там всегда была прямая демократия, и там не было такого мощного государства, которое что-то там навязывает. Эти общества, вот, французское, итальянское, немецкое, вот это вот четвертое, они всегда договаривались, у них консенсус был, и там были и протестанты, и католики, которые тоже никому не позволялось быть главным, и все языки, они существуют как равные. И государство не лезло, не влияло, не давляло, а наоборот создавало условия. Как такового нет сильного государства, есть общество консенсуса, вот эта прямая демократия, как раз таки, она подходит для таких небольших государств в первую очередь, и в принципе, вот Калмыкия, она могла бы управляться прямой демократией спокойно, потому что мы по территории и численности, как Исландия, но, правда, не такие, может быть, богатые по природным ресурсам, там нет у нас столько рыбы, там, но вот Исландия, она совершила рывок, она была отстающей страной, но вот когда они взяли контроль над властью в свои руки, когда они поняли, что надо самим управлять, у них там были мощные экономические рывки и страны, и Рейкьявика, столицы, которая там отставала, как раз в столице у них пришли к панке и анархисту к власти, я, по-моему, уже рассказывал про этот пример, но повторюсь, и они просто сказали, типа, а почему вот так вот нельзя, потому что есть такая традиция, что нужно делать так, они сделали по-другому, по-своему, просто пошли прямым путем, если что-то не нравится, надо исправить или заменить, да, то есть, сменение правилов, да, и в результате вывели столицу на приемлемый уровень, а потом сказали, мы поимели эту систему, нам эта игра неинтересна, и ушли, и после этого уже туда пришли политики, и они поддерживали это, ну, поддерживают до сих пор этот уровень, уже более высокий, и, в принципе, Исландия сейчас такая довольно... Это хорошие примеры, как нам развить то общество, тот контроль над властью на региональном уровне, как ты это видишь, вот именно на настоящих реалиях, именно вот сейчас? Ну, в первую очередь, я хочу, чтобы мы перестали видеть в государстве какого-то там благодетеля, который что-то там будет делать для нас, государство, это бандит, это не мое оскорбление, это социологические исследования, как образовалось государство, есть вот знаменитое государство как стационарный бандит, не помню, авторов тоже можно нагуглить, и государство как организованная преступность, это Чарльз Тилли, он выдающийся философ, политолог, автор теории происхождения государства, то есть это авторитетная личность в этом вопросе, вот у него есть эссе государство как организованная преступность, и вот теория государства как стационарный бандит, они там два автора, они рассказывают о том, как происходило становление государства, вот были допустим набеги тех же кочевников, пришли, разграбили, уехали, пришли на следующую территорию, разграбили, уехали, потом они поняли, что это затратно, лучше сидеть на одном месте, и чтобы тебе привозили, да, вот так вот появилось государство, это по сути рэкет, ты обложил Данию, но ты обеспечиваешь безопасность, чтобы другие не трогали, ибо вот так вот это все развивалось, и эта природа, вот это вот рэкетирство, мафиозная природа, она никуда не делась, государство, оно и сегодня такой же бандит, просто если общество сильно, то оно этому бандиту не дает распоясаться, да, а если общество слабое, то хоть кого-то туда, всех там поймальчиков засуни, они все равно станут бандитами, потому что это легкая нажива, когда перед человеком маячат возможности, деньги, он меняется, сколько примеров мы видели, систем, да, поэтому я и говорю, что выборы с этим государством в нынешнем виде играть это бессмысленно, это тренажер, тренажер гражданского общества, мы пришли, показали, что мы умеем хотя бы какую-то часть контролировать, на следующий выбор мы пришли, показали, что мы еще больше сделали, но связывать надежды, и после этого сильно там разочаровываться, что опять не того выбрали, выберут опять не того, на следующих выборах я стопроцентную гарантию даю, что выберут не того, потому что цик никуда не делся, наш избирком все тот же, и власть она действует все в той же логике, почему должно что-то измениться, ничего не изменится, поэтому мы должны, главное наше, как сказать, наши усилия должны быть направлены на организацию общества, вот допустим врачи, если бы они были по всей России, тут к сожалению или к счастью, там нельзя вопросы вести прямо в узкок калмыцком контексте, нам придется объединяться, потому что государство сильно, горизонтально связи, да, если бы врачи по всей России имели бы реальный профсоюз, не тот, который прикормлен властью, реальный профсоюз, они бы сейчас на этой пандемии, они бы себе зарплаты подняли в 100 тысяч рублей или 200 тысяч, не могли бы себе установить эти зарплаты, потому что как в Штатах, например, выходят, ну да, они сейчас подняли свой имидж, они сейчас подняли статус своей работы за то, что, ну, потому что они действительно совершают подвиг, да, там, но они могли бы это материально все превратить, потому что, во-первых, на фоне пандемии с ними торговаться тяжело, во-вторых, врач это не журналист, его нельзя вот так вот выгнать и привести кого-то другого, да, там, чтобы подготовить врача, который будет разрезать человека, это, ну, нужно очень много времени, и это должен быть действительно специалист, журналистам можно прикидываться, а врачом ты не прикинешь, ты разрезал человека, ты должен знать, как его зашить нормально, ну да, вот, врачи могли бы выстроить систему защиты вот сейчас, они уже упустили этот момент, но не до конца, еще, еще они могут на вот этой волне что-то выиграть, но вот, если возвращаться к нашей республике, то мы по отдельности, по отраслям так не сможем, ну, то есть, нам, нам нужно соединять сеть в союзную по разным отраслям, вот, допустим, обижают тех же врачей, вышли за них учителя, ну, какие-то смежные, да, профессии, потому что учителей тоже заменить очень тяжело, и обижают маршрутчиков, вышли за, вышел за них рынок, вот, вот такие вот сети профессиональные, я думаю, вот это вот первоочередная задача сейчас создавать вот эти сети взаимодействия, и тогда уже будет общество такое, более влиятельное. митинги, конечно, это все хорошо, но вот сейчас, во-первых, будут ограничения, да, мне кажется, нам не дадут ничего провести, но попытки, наверное, будут. я думаю, мы должны переключиться на такую более тягомотную, да, работу, но, которая, в конце концов, приведет к настоящему результат. Здесь мы возвращаемся к тому, что нужно людям это объяснить, то есть опять к образованности людей. Ну, люди-то могут быть не обязательно там с высшим образованием, просто люди должны... Понимание имеется в виду, чтобы они понимали, что надо. Люди должны просто понять вот эту выгоду, когда человеку выгодно, тогда он начинает мыслить креативно, творчески, неважно, насколько он образован, там, и просто, когда люди начнут понимать, что вместе выживать лучше, вот, нужны примеры. Ну, да, если вы с медиками, если медики сейчас встали бы, там, на один день, на два, мы не будем этого делать, вот тогда было бы что-то. да, у них были, у них были реальные причины, те же средства защиты, там, когда, зарплаты, очень много поводу. Да, они могли бы просто остановить и сказать, давайте, давайте либо по-человечески, либо они лечите сами, куда делось бы государство, ему некуда было деваться, они не могли бы уволить врачей, даже потом, даже после того, как с коронавирусом справились, они бы не могли уволить всех врачей и набрать новых, нет новых. И точно так же во многих других областях, просто надо поверить в себя, почувствовать, что ты уникален в некотором смысле на своем месте, да, Ну да, определенные выгоды даже отсюда и едешь, у нас был пример, вот когда маршрутчики останавливали полдня и все вопросы решили, на полдня остановились, так что, какие-то наработки еще до нас были, это было до того, как мы выходили там на митинги, но вот просто какую-то реальную выгоду это принесет, когда все отрасли вот такую сеть выстроят, альтернативные профсоюзы, которые будут между собой взаимодействовать, и тогда вот, чтобы за каждую отдельную отрасль составали смежные отрасли, хотя бы, если не вся индустрия, то хотя бы, вот тогда, тогда можно разговаривать на равных с властями. Ну да, они никуда не денутся просто. Мы поговорили с собой об обществе, как это сделать. Как ты думаешь, если вот, ну мы опять вернемся к тому, что, мое мнение такое, что нам не дадут проводить массовые мероприятия, я недавно выходил уже, видео записывал о том, что вот власть, опять же государство, прикручивают людей, уже идут в соцсети, то есть я узнал, то что это, по заданию прокуратуры, скидывают в МВД, поскольку это относится к компетенции МВД, и МВД ездит, оформляет этих людей. И я, ну невольно, видимо, со злою, все это возмущение, высказал то, что власти получат массовые протесты. Сможем ли мы это сделать, если даже будет, ну теоретически, теоретически. ну да, теоретически, конечно, сможем, мне кажется, вообще, назревает какой-то массовый взрыв, потому что видно, что и Москва, и Кавказские республики, они очень нагреты этой ситуацией. И, кстати, вот возвращаясь к первому вопросу, у нас еще благодаря Минздраву и Роспотребнадзору у нас это все более-менее прошло. А в других республиках там было, ну, очень много косяков было, если так говорить просто, да, и недовольства копились прям. У нас, по сути, кроме аппаратов ИВЛ ничего такого не случилось, да, мы не можем заподозрить там в занижении цифр, все такое, ну, по крайней мере, ни от кого этого не слышно. Ну, статистика, по крайней мере, я думаю, то, что правильное, правдивое. Да, вот в Дагестане там сильно занижали, и теперь там руководство республики, они вообще никто. Они с ними и раньше не считались, но теперь просто, ну, когда люди на смерти, да, пытаются себе, ну, думают о своем имени, там, и все прочее, они все потеряли всякие авторитеты, и теперь там общество сильно возмущено. Москва, это отдельный разговор, потому что там тоже с вот этими попытками вести там вести там QR-коды и все прочее, там, и нынешние там поэтапные прогулки, там, по расписанию, это все, конечно, раздражает, и я думаю, что когда начнутся вспыхивать регионы, я думаю, у нас тоже выйдут, и вот было бы хорошо, если бы это случилось именно спонтанно, как это было при трапезниках, да, и как это произошло, ну, происходит, когда это искренне, когда это не запланированная какая-то акция. Ну да, когда люди действительно понимают, сами идут, я тоже думаю, что народ созревает, но насколько я вот не пойму, но надеюсь. Вот, чем ты занимался вот период пандемии, период карантина, я вот видел твою, я вот только смотрю тебя на фейсбуке, дальше вот, твоя деятельность во время карантина, как ты проводил, ввел ли ты деятельность вообще, ну, связанную с нашим движением, вот хотел лучше послушать заключение. Да, во-первых, моя работа не пострадала, я работал, во-вторых, некоторое время я, как все, пытался там какие-то там творческие задачи решить, ну, пока появилось время, там, писал одну научную работу, но не дописал, потому что стали, ряд комьюнити-центр стал развозить продукты, я подключился, я считаю, что вот... Добровольческие движения. Да, это было правильно, хотя тоже было много критики в их адрес, но я считаю, что это тоже выстраивание сетей взаимодействия, когда мы приходим к людям, приносим продукты, ну, чем можем, помогаем, да, это тоже вызывает доверие, и поэтому я поддержал этот шаг и занимался, пока были продукты, пока люди скидывались, мы занимался этим. Ну, так, конечно, я попытался анализировать про протест не скажу, что у меня какие-то идеи пришли шикарные, но, в принципе, тоже думал над этим, наблюдал, были всем известные скандалы, там, с одной стороны, это ударило по имиджу протеста, но с другой стороны, вырисовываются люди, вот, может быть, хорошо, что вот эта пауза возникла, появились люди, которые готовы самостоятельно двигаться, готовы, может быть, даже вести за собой, это хорошо, потому что я всегда выступал против лидерства, потому что для меня лидер – это человек, на которого все хотят свалить потом ответственность, да, то есть все сначала молятся, в итоге, в итоге, да, все сначала молятся на лидера, потом лидер расступается, и все его закидывают гнилыми помидорами, а движение начнется, когда каждый будет ощущать себя лидером, то есть когда лидеров будет много, сегодня там один вышел, туда-то другой, ну, то есть когда не нужно будет какой-то, ну, то есть когда мы не будем выстраивать путинскую вертикаль, для того, чтобы вывести людей на улицу, это должна быть горизонталь, это должны быть порывы людей разных, по разным поводам, и тогда это будет действенно, а так, почему октябрьские были такие массовые, такие искренние, да, потому что там действительно люди пришли все разные, а потом, когда появилась более-менее централизация, уже это все стало превращаться в фейк, уже последние митинги, они были вообще ни о чем, если честно сказать, поэтому вот эта пауза нам на пользу пойдет в любом случае. Первые были митинги народные, а последующие были политические, так сказать, можно? Можно так сказать, да. Спасибо, Бадман, что пришел, очень классно поговорили, я думаю, то, что Бадман нам рассказал о развитии общества, именно как мы должны действовать, именно как должны работать наши профсоюзы по отраслям, я думаю, это очень интересное интервью, нужно взять на заметку и попробовать сделать так, чтобы как-то влиять на наши власти, поскольку вы видите, что творится у нас. Но вам, дорогие друзья, спасибо, что вы нас смотрите, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии, давайте с вами наладим обратную связь, мы их читаем, смотрим. Спасибо вам, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok